Сегодня мы проводим акцию с объектом через Дальше СССР «Самир против нацизма», который, собственно говоря, проводится в поддержку наших ребят на Украине. Слово предоставляется ректору Московской энергетического института, Академии физического университета, Рогалеву Николаю Дмитриевичу. Трагедию, которую принес нам нацизм 77 лет назад, допустить этого нельзя, к сожалению, мирным путем. И Владимир Владимирович об этом говорил, 8 лет терпели. Сделать это было невозможно, отсюда и необходима специальная военная операция. Я всем желаю здоровья сегодня и хорошего настроения и забега, а ребятам нашим подъезды без потери ранены. Странный такой забег, я его пешком догнул. Мы собрались сегодня здесь под лодунгом «Мы вместе! Мы вместе с ним! Мы вместе со всей страной! Мы вместе с нашим народом! Мы всегда вместе! И именно это дает нам силу, дает нам веру в нашу победу! За нашего президента, за нашу родину, за наш народ, за нашу прекрасную Москву! Ура! 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 За Бутина! За Бутина! За Бутина! За Бутина! Волонтерская рота, это что за такая организация? А можно мне пойти на просто домой? Что здесь происходит сегодня? Здесь происходит полный хаос, но это очень классное спортивное мероприятие. Очень много позитивных эмоций. Подождите, но здесь же говорят, что это митинг, это политическая акция. Ну, политическая акция, этого мы не знаем, но учитывая, что тут был большой флаг и все кричалки, скажите. Ну, вы не в курсе, здесь как бы против нацизма, здесь акция против нацизма. Вы не в курсе? Все, спасибо вам огромное. Все, до свидания. Ребята, дадите комментарии, что здесь на то мероприятие сегодня происходит. Мы не знаем. Вы не знаете? Да, ладно, знаю. Так, какая-то политическая акция, наверное, я понял. Конечно, это митинг в поддержку тех, кто воюет на Украине. Как поможет вот это выступление тем, кто воюет? Я не знаю, это нужно у организатора спросить. Знаете, кого-то сейчас вам скажу. Не, ну подождите, мы спросим у них. Отдельно, отдельно у вас? Отдельно, то есть тут разгоняют. Спецоперация, по-вашему, идет по плану, да? И ее итог будет чем? Значит, наше дело правое. Не, а чем, понял, а чем она завершится? Победой нашей. Вы знаете, что Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, и часть, значит, Харьковской области, да. Они, видите, как замечательно, на все мероприятия хоть жизнь налаживается. Пиздец, дружище, ну ты извини, пожалуйста. А раньше у них плохая жизнь была, в Харьковской области? В кого? В Харьковской области. Плохо жили? Надо спросить у тех людей, которые там жили. Потому что мы с вами можем как угодно тут подходить. Ну как люди жили? Почему? Потому что русским языком разве позволяли там пользоваться? Везде исключили, начиная со школы и даже во всех остальных. Это разве хорошо было? Когда восемь лет долбили Донбасс, значит, Луганск, и что? Вы тогда молчали, интервью не брали, ни у кого не спрашивали. Вы не считаете... Я разнодержен, когда... Да. Не, ну почему? Я просто поражаюсь, почему мы молчали тогда? Ну я... Долбили. Я лично, я лично не молчал. Ну я понимаю, но восемь лет долбили этих бедных людей каждый день. Детей, взрослых просто шарахали и шарахали каждый день. Каждый день убивали. У нас за 2021 год погибло 12 человек. Да. Пошли. А сейчас при спецоперации... Нормально, пусть бы иди вот дальше. Не-не, а сейчас 3000 погибло уже. То есть его потихонечку убивали бы, и мы хорошо жили бы. Нет, смотрите, не ваш метод, да? Сегодня был такой забег за мир без нацизма. Так, а где нацизм, просто не поясняется. Мы читали ваш приказ, оформленный в интернете. То есть где, против какого нацизма? Который на Украине. Который пришел на Украину или который... Который взрослый на Украине. Взрослый кем? Вы же пресса? Да. Читаете? Да, но мы хотели узнать официально ваш комментарий. Я официальный комментарий дать не могу. Почему? Потому что я неофициальное лицо в этом плане. Так вы же сегодня публичное мероприятие организовывали. По вашему приказу. Что? Вы же можете дать какой-то полный комментарий. Я вам сказал свой комментарий. Я против нацизма. На Украине нацизм есть. А хорошо. А почему все остальные страны считают, что нацизм в нашей стране? Ну какие все? Ну какие все? Ну вот 44 государства, коалиции. А сколько всего государств в мире? Ну вот как... Сколько всего государств в мире? Вы считаете, Эритрею хотите упомянуть? Или КНДР, может быть Северную Корею? Остальные страны, о которых вы говорите, сейчас воюют против нас. Которые вы пересчитаете. Поставляя оружие на Украину. Нет, не знали об этом? Вот кто вы? Информагентство. Информагентство официально. Вас зовут информагентство? Вы провокатор. Скажите просто, если вам нечего скрывать, если это официально открытая акция, публичная. Ну, они же было написано, приказ вы видели. Ну, что еще такое? И почему надо на открытую акцию? Ты что напал на меня? Я не напалал. Как не напалал? А что ты сделал? А что это было? Ничего не было. Так а что? А что ты сделал? Афиг. Почему такое действие у вас к прессе? Объясните. Какое прессе? Николай Дмитриевич. Какое прессе? Почему вы нападаете на прессу? Вам не понравился какой-то вопрос? Да нет, мне все понравилось. Вам все понравилось? А почему же вы так агрессивно реагируете? Я еще раз вам говорю. Нацизм на Украине. Ну, нацизм на Украине. Вы сейчас напали на прессу. Какое нацизм, если вы на свободу СМИ нападаете? Николай Дмитриевич.